Губернатор Кентукки объявил о мобилизации подразделений Национальной Гвардии для помощи работникам госпиталей штата. В 21 из 25 госпиталях Кентукки нехватка персонала для работы с зараженными вирусом является критической и члены Национальной Гвардии будут помогать работе медиков. Военные станут создавать новые центры по вакцинации, помогать местным медицинским департаментам в проведении обследования, а также социальным службам в распределении бесплатного продовольствия нуждающимся. Карнивал, огромная компания по организации морских круизов, объявила, что успешно применила меры против массового заражения вирусом. На одном из ее кораблей, который вышел из порта в Техасе, возник очаг заражений, было выявлено 27 заболевших, один человек умер, но дальше заражение не распространилось. Согласно компании, в числе зараженных был один пассажир, 26 членов экипажа, которые входили с ним в контакт. Пассажир, к сожалению, умер, но больше ни один из пассажиров даже не заразился. Несколько компаний, таких как Адидос, Крокс, предупредили, что о рождественских подарках имеет смысл подумать уже сейчас. Конечно, до Рождества еще 4 месяца, но не факт, что подарки, заказанные чуть позже, успеют до покупателей дойти до Рождества. Кризис в Америке с доставкой товаров и продуктов отнюдь не смягчился, более того, достиг немыслимых пропорций. Задержки имеют место прежде всего с поставками из Китая, а Китай поставляет в Америку буквально все, начиная с болтов с гайками и кончая электронными чипами. Задержки сейчас достигают нескольких месяцев опоздания и, согласно прогнозу, до следующего года ситуация точно лучше не станет. Задержки эти связаны с вирусом, хотя, казалось бы, Китай, в отличие от западных стран, производство на своих заводах прерывал только на очень короткое время, не объявлял массово закрытия экономики и всеобщей изоляции в рамках страны там не было. Вообще, хотя вирус вышел из Китая, там процент пострадавших от эпидемии довольно низкий. В авторитарном Китае было легче принимать очень жесткие решения и меры по ограничению распространения эпидемии. Но, тем не менее, только что, например, был заражен рабочий порт в Шанхае, работа порта была временно приостановлена. Это третий по величине контейнерный порт в мире. А за пару недель до этого прерывалась работа и в другом громадном китайском порту. И также в марте грузовые перевозки приостанавливались, когда в Суэцком канале села на мель огромное контейнерное судно, перегородившее на некоторое время эту торговую артерию. Но самое главное для Америки, наверное, то, что в связи с вирусом на долгое время, по сути, закрывалась экономика Калифорнии. И практически не работали ее порты. А именно, через них идет основная масса продукции из Китая. В какие-то периоды многие десятки огромных кораблей просто ждали своей очереди на разгрузку у берегов Калифорнии. В общем, сейчас, например, задержки с поставками арматуры для строительства домов, оконных рам и так далее, оцениваются иногда и в 20 и больше недель. Ситуация с производством автомобилей лучше из-за отсутствия электронных чипов не стала. И, кстати, в числе других пострадавших многомиллионный флот американских катеров и яхт, который частично парализован, поскольку огромная проблема имеется с новыми моторами, с узлами для их ремонта, с самыми элементарными вещами, такими как болты и гайки из нержавеющей стали. Задержки с поставками недель 20-35 характерны практически для всех производств в Америке. И притом ясно, что этих товаров и к концу объявленных сроков тоже может не быть. Ну и, конечно, в результате растут цены. Например, стоимость доставки одного контейнера с товарами из Китая выросла за год в 3,5 раза. И многие узлы, детали, товары из Китая уже продаются по цене в 2 раза больше, чем до эпидемии. Сегодня утром израильская авиация атаковала несколько целей на территории сектора газа. Произошло это в ответ на запуск с территории сектора зажигательных шаров на территории Израиля. Шары вызвали несколько пожаров в полях, которые через некоторое время были потушены. В ходе израильских ударов бомбардировке подверглась подпольная мастерская по производству оружия, пусковые установки для запуска ракет Хамаса и вход в один из подземных тоннелей. Израильский премьер Беннетт считает, что запуск зажигательных шаров должен встречать столь же жесткую реакцию Израиля, что и обстрел израильской территории традиционным оружием. В следующей части о новом губернаторе Нью-Йорка. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова